Подмосковье. Люблю, голосую. Вполне логичный лозунг для выборов губернатора Московской области, прошедших 9 сентября. Ведь каждый, кто любит свою малую родину, подмосковный край, Щелковский район, не остался в стороне и исполнил свой гражданский долг. С 8 утра до 8 вечера продолжалось голосование. Мы пришли голосовать за чистый, красивый, сильный, здоровый Подмосковье, за движение вперед. Темп задали, надо продолжать. Поэтому отдали свой голос за то, чтобы мы все вместе шли вперед. Потому что вместе мы непобедимы и готовы к решению дальнейших задач. С самого утра активно к голосованию присоединились жители Щелковского района, в их числе врачи и педагоги, общественники и предприниматели. 119 из 126 избирательных участков были означены КАИБами, электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней, и призванными сделать процесс голосования более открытым, прозрачным, комфортным для жителей и членов участковых комиссий. Активно за ходом выборов наблюдали представители общественности и депутатский корпус, в том числе депутаты Московской областной думы и муниципального парламента. Сегодня, начиная с 8 утра, я начала объезд избирательных участков, чтобы посмотреть, как у нас они начали работать, как приходят жители. Жители приходят, голосуют. Настроение везде у всех хорошее. Хороший сегодня солнечный день. И мне кажется, что те, кто пришел, проголосовал, они делают правильный выбор в пользу развития Подмосковья. Каждый голос, оно учитывается. И все-таки мы должны понимать, что это наша обязанность прийти и отдать свой долг, проголосовать, выбрать того или иного кандидата. Сегодня я ощущаю себя причастным к тому, что в стране, в области и в районе, в поселке меняется жизнь к лучшему. Поэтому строятся школы, детские сады, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы. Преображается облик наших городов и поселков. Проект «Мобильный избиратель» был реализован на выборах губернатора в этом году. У любого жителя, заранее подавшего заявление, появилась возможность проголосовать на удобной для него площадке. В том числе были организованы два дополнительных участка. Это сделано для того, чтобы было удобно избирателям Московской области, которые передвигаются общественным транспортом на свои садовые и дачные участки на территории Щелковского муниципального района, могли проголосовать вот в этом временном избирательном участке. В день выборов можно было отдать голос не только за губернатора Московской области, но и за чистое Подмосковье, политику раздельного сбора мусора, если быть точным. Жители Щелковского района не стали упускать возможность, подключились так же активно, как и к основному избирательному процессу. А вот в школе номер 10 в этот день все желающие могли совместить полезное с полезным, не только отдать свой голос за будущее Подмосковья, но и обезопасить свое будущее от гриппа, сделать прививку. Сейчас как раз сезон, врачи рекомендуют. Мы часто слышим, что выборы – это праздник. В Щелковском районе этому способствовала не только хорошая погода, но и культурная программа. Одним из самых ярких моментов стало выступление УДК имени Чкалова. Так, увлекательно и необычно прошел единый день голосования в Щелковском районе. Однако главное здесь результат. В скором времени мы узнаем, кто будет работать над развитием Подмосковья следующие пять лет. Председатель районной избирательной комиссии отметил, что выборы были организованы на должном уровне. Все избирательные участки, их у нас 126, открыли свои двери для избирателей в 8.00, без каких-либо задержек, проблем, каких-то шероховатостей. Работали они в спокойном рабочем режиме, без жалоб, без нарушений. В 20.00 закрыли избирательные участки и двери для избирателей. В целом день прошел спокойно, в напряженной, конечно, работе, потому как участковые комиссии начали подготовку к дню голосования давно, а сегодня на участки пришли в 7.00 для того, чтобы обеспечить всех желающих возможность отдать свой голос за понравившимся им кандидатам. Об итогах выборов смотрите в следующих выпусках программы «События».